У меня есть. У вас есть. Да, у меня есть большая проблема. Мне надо сказать, что вы дало бою. А, вы специально пришли? Да, специально пришел. А вы купили билет на этот ряд? Билет на первый ряд, прийти и сказать, что вы дебил. Ваши деньги пойдут на пользу моей семье. Даже не ваше такое мнение. Это прекрасно. Спасибо большое. Не за что. Конечно, спасибо большое. Спасибо. Я думал, где? Молодец. А вот. Какие еще? Есть ли у вас еще проблемы? Расскажи. У вас какие-то есть проблемы? Я не была. А где вы живете? Где всегда. А в Чушельдовье есть какие-то проблемы? Есть. Ну, расскажите. Да, это все. Вы сюда приехали, да? Здесь дешевле. Здесь дешевле, чем дешевле. Здесь дешевле. Нас каждый вечер смотрят миллионы людей. А мы что, кидаем им говно лопатами в лицо? Мы могли бы приносить какую-то пользу. Могли бы звать к нам художников, архитекторов, политиков. Так людям это и надо. Дай нам говна. Мы люди. Дай нам похавать говна. Говна, говна, говна. Вы бы за Галкина голосовали? Конечно. Конечно. И я думаю, что и россияне бы голосовали. Вот Зеленский показал. Может, в этом и план? Может, это и есть план? Вот я могу предложить такое россиянам. Подумайте. Добрый вечер, господа. Я собрал вас всех сюда, чтобы выбрать президента на ближайшие года. Я устал. Я ухожу. Шутка. И ты терен, терен цвете, а свету подает. Кто любовь не знает, кто и горя не знает. Я как хохол обладал редким слухом. Это точно, потому что до сих пор я второй концы Трахманина могу от начала до конца исполнить. Причем с разными. Первый голос, вторые голоса, третий. Это чисто украинская привычка. Вы про себя сказали, что вы хохол. И в этом слове во времена моего детства, юности никогда не было ничего оскорбительного. Это просто было название. А сейчас за употребление этого слова в социальных сетях могут лишить аккаунта, как это называется. Не надо. Сегодняшний вариант это какой-то немыслимый. Никто не мог представить. Невозможно представить. А главное, чем это все закончится. Когда мне из Львова, из Львива раздался звонок, вот у двух городов, два с половиной назад. Василия Семеновича, можно? Я говорю, я слухаю вас, хлопцы. Что ж ты гадно робил? Я говорю, и пошли просто ругательство. И я говорю, хлопцы, у вас, маете одну хвилину свободную? Да, мы тебя слухаем. Пошли в сраку, и чтоб я больше не чув собаки. И на этом мы закончили все разговоры. Но я туда не езжу. Мне звонят оттуда из родной моей стримбы. Старики говорят, в наших краях зверья было тьмой, тьмой. Да и рыбка была, говорят. Раз уточняли и говорили, у нас отобрали понятие советский, которое нас объединяло, людей разных национальностей. Давайте вернем понятие русский не только как национальность, но и наднациональное, как у американцев. Все американцы, но они знают свою родословную, откуда они и так далее. Так мы были советские, а саним все русские. Русские россияне, русские украинцы, русские белорусы, русские евреи, русские чеченцы, русские армяне, русские мардваи и так далее. Что касается между русским чеченцем и нерусским чеченцем, где вот, собственно, этот критерий, по которому определяется русский, он или нет. Критерий в деле. На сегодняшний день русские чеченцы, русские и Рамзан Кадыров и его ребята проявляют себя как более русские, чем те русские ребята, которые убегают или те, которые распространяют фейки и подвержены заблуждениям. А кто-то это делает за деньги, но я считаю, что большинство заблуждаются и бегут. Это сейчас мы про друга Панина говорим? Ну, не только про друга Панина, который сам сделал, кстати, свой выбор. Точно так же, как сколько вы ко мне обращались, там, и Макс говорил, и Павел, и Павел, и я говорю, послушайте, они сами себя наказали. Я не буду бросать в них камни, потому что я, как эзотерий и оккультист, я знаю, чем это для них закончится. И зная, я не хочу бросать в них камень, потому что они потеряли огромное количество зрителей, которые их любили. И потеряли, сделав, на мой взгляд, неправильный выбор.